Всем привет! Перед началом видео не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые мои видосы. Вы мне давно пишите и просите, чтобы я что-нибудь приготовил. Сегодня у меня есть для этого время, и я хочу приготовить супчик. Но я уже ранее такой суп готовил, кому-то будет интересно посмотреть, снова кому-то нет, но мне кажется, что я уже такой суп готовил. Что нам нужно будет для приготовления супа? Я взял реберную часть говядины, вот такими кусочками нарубленными, я ее покупал в мясном гастрономе возле Окея, и она у меня вот лежала-лежала, и вот она в морозилке, и вот она дождалась меня и своего звездного часа. Сейчас мы закрываем нашу замечательную мультиварку. Модель мультиварки, значит, название Redmond, модель RM-CM140. То есть, многие спрашивают, что за мультиварка, пожалуйста, вот она эта мультиварка стоит, она около 20 тысяч рублей, если я не ошибаюсь, 19 тысяч, я последний раз видел в магазине, она стоит. Шикарная мультиварка, делает все, что угодно, и на пару, и не на пару, и супы варит, и тушит, и жарит. В общем, прекрасная вещь, единственное, я уже говорил и снова буду говорить о том, что, ребята, все-таки это тефлон. Это тефлон, и если есть у вас возможность готовить летом в казане, в чугунном, то лучше всего делать это именно так, и делать это именно там. Выставляем мы программу на нашей мультиварке, холодец тушения я буду ставить, потому что я очень люблю, прям очень люблю, когда суп становится наваристый. Так, меню, вид продукта мяса, тушение, холодец, 40 минут, это у нас мероприятие займет. Старт. Ингредиенты. Какие ингредиенты мы будем использовать? Я буду использовать капусту, я буду использовать перец болгарский, морковь, чуть-чуть помидорки половинку, острый один перец горький, картофель, чеснок и лук, или лук я уже говорил. Ну, в общем, вы поняли. Заправка будет по типу, как на щи. Я так понимаю, я в прошлый раз, когда приготовил такой суп, мне написали, что это были щи. Я не знаю название супов, я вот название борща только знаю. Ну, или там куриный с лапшой, уха, вот, потому что там рыба. А вот таких вот супов я названия не знаю. Но пусть будут щи. Пока будет готовиться наш бульон, мы, наверное, приступим к нарезке нашего наполнения в суп. Морковку я тоже нарежу кубиками. Далее приступаем к болгарскому перцу. Также его нарезаем кубиками. И напоследок томат. Картофель нарежу кубиками, его мы будем добавлять уже в суп непосредственно. Вот так у меня получилось. Мелко нашинкуем чеснок. Вот так у меня получилось чеснок. Пока варится наш бульон, я хочу обжарить наши овощи. Да, перед тем, как добавить их в бульон, я хочу их обжарить. Жарить я буду вот на таком подсолнечном масле. Нам очень нравится краснодарское. Элитное оно называется. Очень ароматное, вкусное масло. Первым мы будем обжаривать лучок. Лучок обжарился. Добавляем морковку. Так, морковка уже тоже готова. Добавляем болгарский перец. Перец немножко обжарился. Теперь добавляем томаты. У нас полпоминутки всего было. И добавляем все. Выключаем и убираем в сторону. Что нам еще надо для супа? Нам надо еще капусту. Поэтому давайте мы нашинкуем еще капусты. Вот так у меня получилось. Думаю, что этого будет достаточно. Даже много, наверное. Бульон почти готов. Сбрасывается до лишнего давления. Как только процесс этот прекратится, мы откроем нашу мультиварку и будем загружать все подготовленные ранее ингредиенты. Открываем наш бульон. Будем смотреть сейчас, надо его процеживать или нет. Да, процедить надо убрать эту пенку и будем заправлять. Процедил бульон. Сейчас будем добавлять в заправку капусту, картошку и специи. Слушай, я думаю, что этого будет достаточно. Да, я думаю, будет достаточно, потому что иначе будет очень сильно густой суп. Так, добавляем специи. Я хочу поострее, добавляю жгучий перчик горький. Добавляем соль. Лавровый лист для аромата. Сейчас я его сполосну перед тем, как добавить. Хватит, соль? Ты меня спрашиваешь. Или много? Я откуда знаю. Я думаю, хватит. Так, перец с черным горошком сейчас добавим для аромата. Ну и все. Наши овощи должны сделать свое дело с чесночком. Видать аромат. И выставляем теперь меню. Суп делаем, да, мы же суп делаем. Старт. Поехали. Ребята, спасибо большое всем, кто переживает за меня, за мой канал. Ставит лайки, подписывается. Оставляет положительные комментарии, которые мотивируют меня на съемку новых влогов для вас, новых роликов. Я стараюсь, вы знаете, вы знаете, я стараюсь для вас снимать каждый день, что-то делать. Кто-то любит больше готовку, кто-то любит больше стройку, кто-то любит больше домашних каких-то видео, семейных, уютных, теплых. Я не стараюсь снимать ни то, ни другое, ни пятое, десятое. Я просто снимаю то, что происходит вот со мной вот сейчас, сегодня, вот именно в это время. Сегодня мы никуда не едем, мы никуда не спешим, мы ничего не делаем. Да, именно сегодня такой день, когда никуда не надо. И это радует, это круто, потому что я могу провести это время дома с любимыми, со своими, с доченькой, с Юленькой. И я могу провести это время, мне никуда не надо спешить, торопиться. И поэтому сегодня я вот готовлю. У меня осталась, кстати, капуста, я ее всю пошинковал и поставил тушить. Ох, ну у меня здесь ничего из приправ нету, кроме смеси перцев, соли и все. О, еще я сюда покрышил немножко болгарского перчика, но запах обалденный. Вот такая вот смесь перцев у меня, дробленная. Но она классная, вообще обожаю ее. У нее запах такой приятный, вкусный. Просто космос. Какая красивая и вкусная у меня капуста получилась, просто обалдеть. Обожаю ее готовить. Нашинковал, закинул, посолил, поперчил. Там в течение приготовления один раз перемешал и забыл. Потом приходишь, у тебя уже все готово. Накладывай, доешь. Давайте снимем пробу. Вот ничего особенного. Такое простое блюдо. А вкусно обалдеть. Пирожки из капусты стушеной тоже очень вкусно. С луком, яйцом. Вкуснятина. Супчик готов. Сбрасывается давление. И я сейчас буду пробовать это лакомство. По-любому лакомство. Объясню сразу почему. Потому что бульон был очень наваристым. И суп должен быть ну просто прекрасным. Ребят, вот это не реклама, честно. Но меня многие спрашивают про эту мультиварку. Сегодня я раскрыл вам карты. Пожалуйста, покупайте. Приобретайте. Готовьте. И я вам вот отвечаю, что бульоны у вас вот на этой функции холодец будут получаться ну просто бомбическими. Ну что, затестим наш супчик. Я думаю, что получилось просто превосходно. Вот я как и говорил, бульон это космос. Просто космос. Мне кажется, что в этот бульон можно добавлять ну что угодно. Он просто вкусный, превосходный, божественный. Поставьте лайк этому супчику. Попробуйте приготовить сами. Не пожалейте. Вообще просто-просто-просто фантастика. Ой, как много надо для счастья. Поел вкусного супчика. Такой довольный. Такой счастливый. Такой жизнерадостный. Аж спать захотелось. Всего лишь тарелку вкусного супа. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, ребятки. Спасибо, что смотрели меня. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok